Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. О главных новостях прямо сейчас. Новые возможности. В Москве подписано соглашение с Министерством спорта России. Виды на урожай. В республике продолжается уборочная кампания. На старт. В Чебоксарах прошла 82-я легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия». Занятия физической культурой и спортом сегодня доступны всем жителям республики. Физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны есть практически в каждом муниципалитете. Чтобы укреплением здоровья занимались как можно больше людей, создаются целые программы. Об этом говорили сегодня на федеральном уровне. В Рио главы Чувашии Олег Николаев встретился с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыцыным. В ходе мероприятия стороны подписали новое соглашение. Как сейчас приветствую вас. Этот важный документ предусматривает взаимодействие федерального ведомства и нашей республики по ряду направлений. Это реализация федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Национального проекта «Демография». Развитие спортивной инфраструктуры, создание условий для приобщения людей всех возрастов к регулярным занятиям спортом. Сюда входит и оснащение спортивных объектов современным оборудованием. Традиции развития спорта, высших достижений массового спорта в республике, они сложились уже. И подписывая сегодняшнее соглашение, мы таким образом ставим еще задачу на следующий период деятельности. Это будет включать в себя и строительство спортивной инфраструктуры, подготовку кадров. И очень надеюсь, что подписанное соглашение станет реальной программой наших совместных действий. Республика готова. Это продолжение достаточно уже большой, уже сложившейся практики взаимодействия. Поэтому мы сейчас серьезно переоценили или проинвентаризировали то, что мы на сегодняшний день имеем. Поставили себе, может быть, где-то более амбициозные задачи, как по развитию инфраструктуры, прежде чем массового спорта, а через это развитие спорта высших достижений. Ну и, конечно же, достижение тех показателей, на которые нас ориентирует президент по вовлеченности в здоровье и образ жизни вот всего населения Чувашской республики. И вот в такой большой, серьезной системной работе, конечно же, очень важна и нужна поддержка федерального министерства. Особое внимание стороны уделили вопросам строительства, реконструкции и эксплуатации объектов спорта и внедрению инноваций в профильной области. Три важных для нас объекта. Это стадион «Волга». Проект давно готов. Есть положительное заключение экспертизы. Подали заявку. Он востребован жителями московского района. Это большой многофункциональный центр. Будут хоккейные коробки, волейбольные площадки, площадки для большого тенниса, многофункциональный зал. И там же будет находиться база спортивно-адаптивной школы. Второй объект, очень важный для населения нашей республики, это крытый футбольный манеж на стадионе «Труд». На сегодняшний день проектно-смертная документация готова. Проходит экспертизу. Третий, важный для всех нас объект, это физкультурно-оздоровительный центр «Рассинг», который находится за «Волгой». Чтобы можно было его круглогодично использовать для тренировочных мероприятий. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Накануне Олег Николаев встретился с новым главой Чебоксарской и Чувашской митрополии владыкой с Савватием. Встреча прошла в резиденции митрополита. Савватий был назначен на Чебоксарскую кафедру Чувашской митрополии решением Священного Синода Русской Православной Церкви 25 августа. В Чуваши он прибыл из Улан-Удэ в первых числах сентября. Свою первую службу после нового назначения владыка провел у алтаря строящегося храма преподобного Сергия Радонежского в Чебоксарах на месте погребения прежнего Чувашского митрополита Варнавы. В ходе встречи стороны выразили искреннюю заинтересованность в совместной работе органов власти и представителей духовенства на благо народа Чувашии и духовного единства общества. Этот год по урожайности может стать рекордным за всю историю агропромышленного комплекса республики. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов на еженедельной планерке в Доме правительства. Уборка зерновых подходит к концу. В этом году в лидерах Яльчикский, Канажский и Цивильский районы. Всего намолочено более 836 тысяч тонн зерна. И это при урожайности более 30 центнеров с одного гектара. Таких показателей, по мнению экспертов, муниципалитеты достигли благодаря технической модернизации. Благодаря хорошей подготовке к уборочным работам, благоприятным погодным условиям и технической модернизации, темп жертвы значительно опережает показатель прошлого года. Сейчас местные аграрии могут рассчитывать на 5 видов господдержки, в том числе и на обновление парка сельхозтехники. По инициативе в Рио главы Чувашии увеличено субсидирование затрат на приобретение техники отечественного производства с 15 до 40%. Такая поддержка позволяет приобрести технику в лизинг. В этом году с помощью такого механизма приобретена 441 единица сельхозтехники. Это почти полтора раза больше, чем в прошлом году. Сейчас на повестке дня еще один вопрос. Как поддержать производство традиционных культур, таких как картофель? По картофелю в 2020 году оценочно мы соберем около 380 тысяч тонн. В прошлом году, напомню, собрали 444 тысячи тонн. Это 85% от плана. Это связано и с уменьшением площадей, потому что три года подряд эта культура была убыточной. И поэтому и мы просим завести новые формы поддержки для того, чтобы традиционную нашу культуру поддержать. На уровне страны мы с 9-го места спустились по общей валовке на 11-е место. Это повод обратить внимание. И нельзя нам терять здесь наработанные опыты, компетенции в республике и позицию на рынке, то, что мы занимаем. Соответственно, да, просьба обратить внимание. Если нужно какие-то меры поддержки дополнительные, давайте будем предлагать смотреть. Зашла речь и о жилье на селе. Очень много людей, кому одобрили кредиты, они не знают, где и что купить. Жилья просто нет. Появили дополнительно 82 земельных участков с готовыми к продаже жилыми домами. 406 земельных участков предоставленных под индивидуальное жилищное строительство. И 187 земельных участков предоставленных под ведение личного подсобного хозяйства. Эта программа будет действовать и в последующие годы, уважаемые главы, надо площадки готовить, строителям объяснять. По мнению экспертов, запас жилья должен быть в каждом муниципалитете. Это очень неплохой инструмент, чтобы оставить молодежь в своих районах. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Новая реальность, измерение температуры, социальная дистанция и постоянная дезинфекция рук становятся обыденным делом в школах. Подробности в нашем материале. Чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией, ребятам теперь помимо стихов и таблицы умножения приходится учить и новые правила поведения в школьном сообществе. Заходить в школу в разное время, через разные входы и следить за частотой рук. Особенности организации учебного процесса в этом году, они таковы. Одновременно к 8 часам никто не приходит. Мы распределили поток учеников в часовом режиме. У нас у входа обязательно, каждый ребенок имеет право, возможность обязательно обработать руки. Вы это сейчас увидели. И у входа стоят с двух сторон. На главном входе два человека, которые измеряют температуру. Еще одна тема дня – бесплатное горячее питание для младшеклассников. Большая порция супа, второе, салат и компот. Голодным не уйдет никто. Двухнедельное меню составлено с учетом калорийности и питательности, чтобы дети нормально росли и развивались. На сегодня меню двухнедельное утверждено Роспотребнадзором. Оно у нас утверждено еще с прошлого года. В этом году в новых условиях мы разработали новый стандарт меню. В нем будет еще больше овощей. В первую очередь салатов. Для того, чтобы витамины, питательные вещества, они, соответственно, поступали при еде для детей. У родителей и учеников вначале был спор между завтраком и обедом. Но дискуссия была недолгой. Подавляющее большинство проголосовало за обеденные перерывы. Почему обеды? Потому что это действительно полноценная еда. Это и горячий суп, это и второе, и салатик, и горячий напиток. Поэтому ребенок, придя домой, до вечера, пока родители, может быть, еще находятся на работе, действительно будет себя чувствовать комфортно и сядет за уроки. Все условия для безопасного и комфортного обучения детей созданы. Теперь важно соблюдать все рекомендации. Все в наших руках. Ольга Семенова, Юрий Марков, Республика. Прокуратура ведет проверку действий педагога 56-й школы Чебоксар, которая оскорбила детей за мусор в классе. Аудиозапись этого происшествия уже облетела интернет. Вот небольшая часть разговора. Кто вас к этому приучил? Бездарья! Чебоксар, она не ваша прислуга, а вы не аристократы и не господа! Ни один не смеет выпендриваться передо мной, потому что вы пока никто, я учитель. Это понятно? А кричать зачем? Где я кричала? Вы сейчас вот только ходили, вот везде кричали. Это мой стиль. Так называемый стиль учительницы официально прокомментировали в управлении образования Чебоксар. По итогам служебной проверки женщине объявили выговор, после чего она написала заявление по собственному желанию. Директор школы номер 56 извинилась за поведение педагога. Как директор хочу принести слова извинения перед родителями и учениками за случившийся инцидент в нашей школе. Учитель действительно вел себя непрофессионально, нарушив кодекс педагогической этики. Проверку действий учителя организовала и прокуратура Чувашии. В настоящее время проверкой уже подтвержден факт неподобающего поведения учителя, что нарушает положение законодательства об образовании, согласно которым педагогические работники обязаны соблюдать в ходе работы нормы морали, а также требования профессиональной этики. При этом данные требования однозначно указывают на недопустимость унижения чести и достоинства учеников и высказывания в их адрес неприличных выражений. По данным нарушениям в связи с недостаточной работой по профилактике подобных происшествий прокуратурой в адрес главы администрации города Чебоксары внесено представление. С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в законодательстве. О некоторых из них расскажем в рубрике «Правовые новости». С 1 сентября 2020 года вступили в силу поправки, согласно которым при досрочном погашении потребительского кредита заемщик имеет право вернуть так называемую неиспользованную часть страховки. Необходимым условием для такого возврата является отсутствие наступления страхового случая. Заемщику будет достаточно подать соответствующее заявление в банк или в страховую компанию, после чего сумма страховки будет возвращена в течение 7 рабочих дней. Если страховой случай уже наступил, то никакая сумма при расторжении страхового договора не возвращается. Также на законодательном уровне закреплено право заемщика, заключившего договор страхования с целью получения кредита. В течение 14 календарных дней отказаться от такого договора. В этом случае заемщику вернут внесенные денежные средства. Это возможно при условии отсутствия страховых случаев и не применяется к договорам страхования предмета ипотеки. С 1 ноября 2020 года меняются условия оформления ДТП по так называемому Европротоколу. Ранее необходимым условием оформления электронного извещения о ДТП без участия сотрудников полиции было отсутствие разногласий у участников аварии. Кроме того, необходимым требованием была принадлежность транспортных средств физическим лицам. Теперь оформить электронное извещение можно будет даже в случае наличия разногласий у участников ДТП, а также в отношении транспортных средств организаций. Напомним, что в случае наличия у участников ДТП разногласий максимальный размер страхового возмещения в порядке Европротокола составляет 100 тысяч рублей, а данные о ДТП должны быть зафиксированы с помощью устройств ГЛОНАСС или специального мобильного приложения. С 1 декабря 2020 года упростится и процесс приобретения билета для инвалидов и граждан, имеющих льготы на проезд в пригородных поездах и поездах дальнего следования. С этого дня обязанность предъявить в кассу направления талоны и иные документы, подтверждающие льготу, будет отменена. Теперь купить железнодорожный билет можно будет дистанционно через сайт РЖД или сайты перевозчиков. И для идентификации гражданина будет использоваться портал госуслуг. Сведения о праве на льготу операторы будут получать посредством электронного межведомственного взаимодействия. Количество партий и организаций, которые готовы вступить в штаб общественного наблюдения, растет. В общественной палате республики состоялось очередное подписание соглашения о сотрудничестве по наблюдению за выборами. Обеспечить открытость и прозрачность проведения избирательного процесса поможет соглашение о сотрудничестве по наблюдению за выборами. Его подписали от партии «Патриоты России» Сергей Матвеев, от партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Николай Степанов, руководитель Шон Дмитрий Донсков, председатель общественной палаты Алексей Судленков и представитель Олега Николаева Наталья Портасова. Выборы должны состояться в интересах всех избирателей, потому что выборы – это экзамен. Экзамен под будущее развитие нашей Чувашии, каждого района и города Чувашской республики. И от того, как все будет проходить корректно во взаимодействии со всеми участниками этого процесса, будет зависеть в конечном итоге. И итоги, и настроения наших жителей, наших избирателей, потому что мы выбираем свое будущее, будущее Чувашии. От некоммерческих организаций республики свои подписи поставили Чувашский национальный конгресс, Федерация бокса Чувашской республики, Союз активной молодежи, Российские студенческие отряды, Адвокатская контора Чувашии, Союз юристов Чувашской республики. На сегодняшний день со штабом подписали соглашение о сотрудничестве более 20 НКО. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. В столичном парке Победы скоро появится еще один памятник. Здесь увековечит трудовой подвиг Чувашского народа во время Великой Отечественной войны. В рио главы Чувашской республики Олег Николаев и заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова заложили камень под будущий мемориал в честь строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В будущем году республика отметит 80-летие строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. С ноября 1941 по январь 1942, когда войска гитлеровской Германии стремительно продвигались вглубь Советского Союза, вопрос обороны встал особенно остро. Около 200 тысяч жителей Чувашии в тяжелейших условиях в мороз и снег. Три месяца сооружали эти укрепления. Враг должен быть остановлен. Достаточно большое количество людей живут в деревнях, в селах, в городах Чувашской республики, которые лично участвовали в строительстве этого очень важнейшего стратегического объекта. И, конечно же, мы с вами обязаны дойти до каждого, зафиксировать эти воспоминания, попытаться пережить эти эмоции, прочувствовать и создать уже и архивные материалы, ну и, как мы договорились, монумент славы в честь строителей сурского рубежа. В столичном мемориальном парке уже давно живет память о многих поколениях, защищавших нашу Родину в разные времена. Великое Отечественное, выполнение интернационального долга за рубежом, героизм и мужество наших солдат трудно переоценить. Мы сегодня заложили камень, это тоже историческое событие. На этом месте через год возникнет монумент, и Федерация тоже будет принимать участие в этом процессе в лице российского военно-исторического общества. Мы договорились о том, что в национальную программу «Моя Россия» мы, наконец, включим маршрут по Чувашии, по замечательным Чебоксарам, которые просто стали красивейшим городом, наверное, в Российской Федерации. Олег Николаев и Ольга Ярилова почтили великий подвиг героев. Создание Чувашской автономии 100 лет назад послужило образованию и ряда других общественных организаций, в их числе профсоюзы и кооперативное движение на селе. Они тоже отмечают в этом году свой юбилей. Вместе с установлением советской власти в Чувашском крае стали создаваться и профессиональные союзы. Первыми они появились в «Аллатре», «Ядрине» и «Чебоксарах» и строились по профессиональному признаку. Профсоюзы занимались тогда культурно-просветительской работой и почти не защищали права и интересы работников. И лишь в сентябре 1920 года на съезде делегаты приняли решение объединиться, сохранив в основе производственный принцип. На первый план вышли вопросы организации труда, уровень заработной платы, соблюдение норм рабочего времени и отдыха. За годы своего существования профсоюзы добились и весомых достижений, и выдержали тяжелейшие испытания. Сейчас профсоюзы взаимодействуют с работодателями на основе соглашения о социальном партнерстве. Третьей стороной выступает кабинет министров Чувашии. Этот документ дает гарантии защиты интересов рабочих коллективов. Председатель Центра союза Владислав Грибков, председатель Чувашпотребсоюза Валерий Павлов и заместитель председателя Кабинета министров Дмитрий Краснов заключили соглашение о взаимодействии. Олег Николаев поздравил ветеранов и активистов профсоюзного движения со знаменательной датой и вручил заслуженные награды и памятные медали в честь столетия образования Чувашской автономной области. АПЛОДИСМЕНТЫ Вручили государственные и ведомственные награды. Эти аплодисменты звучат в адрес всех тех, кто сейчас стоит на нашей сцене. Профессиональный праздник отметили работники нефтяной и газовой промышленности. На торжественном собрании говорили о достижениях и перспективах. Газовое хозяйство республики находится в руках двух структур. Сотрудники этих компаний доводят голубое топливо до конечного потребителя. С российским «Газпромом» Чувашию связывают давние партнерские отношения. Независимо от экономических ситуаций, мы эту миссию выполняем сегодня полностью. Мы носим тепло, уют каждому дому, обеспечиваем эффективную работу всех промышленных предприятий, объектов Соскульбета. Этим самым создаем радость и счастье каждому потребителю природного газа. Впереди большая работа в рамках нового соглашения о газоснабжении и газификации Чувашии. Оно рассчитано на пять лет. Один из важнейших разделов документа – обеспечение голубым топливом за Волжья. У республики большие планы по развитию этой территории и созданию там мощного туристско-рекреационного кластера, сказал в Рио главы Чувашии. Лучшие сотрудники предприятий получили ведомственные награды и памятные медали столетия образования Чувашской автономной области. 6 сентября Шумерли праздновала День города. Муниципалитету исполнилось 104 года. Поздравить жителей с праздником, а заодно проинспектировать работу социальных объектов в Шумерли приехал в Рио главы Чувашии Олег Николаев. Шире разрастается наш город молодой. Праздник города сейчас. Радость на душе у нас. Юные театралы встретили гостей у входа в детскую школу искусств. Самый сложный предмет – сальфеджио. Здесь преподают с помощью интерактивной доски. Тренажер приобрели в этом году. В рамках программы развития культуры и туризма детской школе искусств было выделено более 4 миллионов рублей. На эти средства закупили музыкальные инструменты и провели ремонт. А ну-ка песня нам про бой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Олег Николаев отметил, что республиканский центр Эдкера разрабатывает программы поддержки одаренных детей. Неплохо было бы с ними посотрудничать. Чужой опыт, дополнительные знания и новые компетенции лишними не будут. В начальные классы у нас ходят сейчас другие школы. Они распределены по гимназии 8 и школьным. Вы их возвращать не будете? Не будем пока. Только старшие классы? Да, с 5 по 11. То есть 240-250 будут учиться сейчас? Если мы сейчас у нас. Ложка дегтя в праздничную атмосферу. В средней школе номер 6 занятия так и не начались. Подрядчик не успел завершить ремонт столовой. Отставание он объясняет тем, что появились внеплановые работы. Кроме того, на объекте произошло ЧП. В принципе, должны были успеть сдача к 1 сентября. А в процессе работы тут возникли непредвиденные обстоятельства. После вскрытия стяжки, которую пришлось вскрыть, она была в негодности, а сметой не заложена. То есть было принято решение восстановить, потому что там плитка должна быть. И стены находятся в состоянии таком плачевном. Там было падение стены у нас, самопроизвольное. Произошел даже несчастный случай. Человек пострадал, но живой, здоровый. Вот подрядчик у нас здесь как бы выступал в этой роли. И в данный момент получили 31 числа. Мы только со следственного комитета продолжить работу, потому что проводилось следствие мероприятия. Работы идут в две смены. Подрядчик обещал завершить ремонт к 11 сентября. Посетил Олег Николаев и стадион физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». На обновленном поле шли матчи открытого чемпионата Шумерли по футболу. В Рио главы Чуваши встретился с активом города и главами сельских поселений Шумерлинского района. Говорили об участии жителей в контроле над реализацией проектов. В этом году сельские поселения получили по 100 тысяч рублей на благоустройство. Олег Николаев напомнил, что с будущего года все объекты, которые входят в республиканскую и федеральную адресные программы, будет курировать служба единого заказчика. Народ должен быть вовлечен в реализацию. Народ должен чувствовать. Во-первых, они, если понимают, когда они участвуют, они что делают. Они, во-первых, понимают, что делается, как делается, когда будет сделано. Городской парк культуры и отдыха стал центральным местом празднования. В парке в рамках национального проекта построили универсальную спортивную и детские площадки. Отремонтировали танцевальную зону и центральную аллею. 28 жителей стали почетными гражданами Шумерли. В их числе участницы Великой Отечественной войны Клара Андреевна Кирель, генерал-майор Вячеслав Тихонов и другие. Татьяна Молокова, Республика. Первые официальные старты в республике со времени начала пандемии. В минувшие выходные на стадионе Олимпийские разыграли призы легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия». Уже 82-й по счету. Внимание! Итак, добрый пусс, 82-я. Открыли забег по традиции представители власти, чиновники, руководители компаний. Всего более 250 участников соревновались в основных забегах. Команды разыграли 8 комплектов наград в 6 группах. В закупке боролась 51 команда. Праздник проходит в виде спортивного мероприятия уже 82-й раз в имени нашего прославленного сына чувашского народа, летчика-космонавта СССР Андреана Григорьевича Николаева. Сегодня, кстати, запарило у него и день рождения. Всех нас поздравляю с этим событием. На этот раз впервые за все время проведения эстафеты с трибун не слышалось криков поддержки. Забег обошелся без зрителей и в отсутствии участников младше 18 и старше 65 лет. Но на результаты это не повлияло. Первыми прибежали журналисты издательского дома ХЭПАР. Хозяева соревнований и сотрудники Советской Чувашии расположились на второй ступеньке пьедестала почета. Бронза досталась журналистам национальной телерадиокомпании Чувашии. Это главные новости понедельника. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин